Шемкенцы могут получить направление для плановой госпитализации с помощью электронной системы. В республике заработал портал Бюро госпитализации. Это интернет-ресурс, на котором любой пациент может получить информацию о свободных койках в любых стационарах Казахстана на предстоящие несколько дней. Допустим, больной, он обращается по месту жительства, к закрепленной поликлинике, к участковому терапевту. Участковый терапевт сам решает, допустим, какие вам анализы проводить, какие инструментальные обследования провести. После этого вас выставляют на портал. Есть свой, в каждом учреждении медицинском есть свой ответственный человек за портал. Они выставляют вас на портал с учетом листа ожидания, где указываются свободные койки. Вы можете рядом, если это автоматизированный процесс, вы можете рядом просто присутствовать и посмотреть, на какую дату вам удобно. Кроме удобной для пациента даты, он может выбрать и подходящую для него клинику. Так поступила жительница Сарагарского района Бибигулькачетова. У ее дочери обнаружили гидронефроз почек, требуется лечение. После того, как малышку обследовали врачи, маму с ребенком внесли список ожидания. В период ожидания плановой госпитализации пациенты продолжают наблюдаться участковым врачом париклиники. В срок, указанный в талоне, пациент госпитализируется в стационар. С нашей районной больницы меня направили сюда, в областную. Мой ребенок болеет в течение месяца. Мы прошли обследование, сдали анализы и нам сказали зарегистрироваться в портале. Теперь вот получаем лечение и ложимся на госпитализацию. Данный диагноз, как у девочки, сопровождается повышением температуры и болями в спине. Ее мама обратилась в местную больницу, после чего к нам. 14 мая она встала в очередь на портал и спустя неделю пришел ответ. Ее положат к нам. Здесь мы полностью обследуем ребенка и проведем лечение. Преимущество системы – четкая структура взаимодействия стационаров, портала бюро госпитализации, поликлиник и пациентов, при которой все три стороны могут отслеживать движение на одном портале. Кроме специальной электронной программы, в этом помогает и простой алгоритм разделения больных по степени тяжести заболевания. Пол приемного отделения больницы теперь расчерчен цветными линиями. По зеленой к врачам и медсестрам направляют больных, обследование и лечение которых проводится в течение получаса. Именно в эту категорию и попадают больные с плановой госпитализацией. По желтой пациенты сразу направляются к лечащему врачу. Больные, поступившие в состоянии, угрожающем их жизни, мгновенно доставляются в реанимацию по красной линии. Анастасия Новикова, Бауржан Джусипов, Сейд Ахмедов, информационная служба телекомпании ОТРАР.